нам хочется в это верить я просто даже по себе знаю я слушаю многие что они говорят я там за 40 лет все познаю я теперь все просветленный просвещенный крещённый не крещённый то есть я уже все это буду рассказывать а по факту я по себе чувствую что эти вот два года скоро будет а там еще процессы в организме только начинаются они не идут еще полным ходом если я раньше говорила что она и скорее всего будет полное очищение через трем года то сейчас я буду понимать что к трем годам это только запустится полноценно процесс клетка и это уже это просто уже через год где-то ты уже начинаешь видеть эти клеточки ближе к полутору годам ты ты ими можешь как-то уже с ними как-то баловаться я не сказала другого слова пока только баловаться вот их нечего с ними сделать по большому счету еще вот такого глобального не может где-то подшаманить себя где-то там что-то там подкрутить что где-то вот это осознание не приходит где-то еще что-то ты это можешь сделать сейчас это может но полный процесс я понимаю уже по своему телу что она запустится года через три и вот я когда вижу людей когда этом я вот это то есть на ретриты же тоже приезжают и говорят там я например у меня был такой кадр я не ем я бы сколько 40 дней группе сдишь но по нему сразу же видно то есть это же не потому что видно что он как-то внешне должен должен жить ведь у нас есть модель автонома да что это тот человек который очень красив с хорошей фигурой накачанная попа длинные ноги красивые зубы пока ты спишь на 28 раз переплывает черное море то есть это да это это вот такой человек это это шаблон если ты не подходишь то уже есть сомнение кого ты действительно но это же не про это там будут абсолютно другие вибрации что конкретно интересно дольмены это вообще сейчас любое слово дольмены дольмены это каменные сооружения я не видят я не могу вам рассказать прям точно точно но я попробую рассказать то что я знаю это примерно где-то 10 тысяч лет до нашей эры когда у нас технократия начала уже достаточно явно проявляться вот то определенные волхвы мудрецы какие-то еще люди начали заходить в дольмены то есть в каменные сооружения заходить туда их закрывали пробкой каменной чтобы они когда люди будут готовы чтобы они передавали людям эту информацию которая была с ними как которая существовала на той планете которая была 10 тысяч лет до нашей эры кто-то кто-то из тех жильцов которые были они на другой планете сейчас живут они могут в любое время сюда прийти к нам обратно прийти но еще сейчас для них не время для них не время потому что у нас еще очень много тех процессов которые мы сами для себя не закончили поэтому если они придут их могут просто уничтожить и вот в этих вот дольменах то есть эти дольмены очень много в разных поколениях пытались уничтожить их разбивали и взрывали их когда думали что там что-то вот эту пробку их вытаскивали эти каменные пробки думали что там вклад то есть много-много вариантов что было с этими дольменами можете почитать книги купцовой мы не ближе всего купцова потому что она не пишет про какие-то мифические вещи она пишет именно то что она пишет то что я слышу я вижу поэтому я не доверяю может быть вам зайдет кто-то другой вот что там происходит вот этот дольмены если даже взять например на пшаде на пшаде есть тоже комплекс дольменов вот и там вот этот вот хозяин этого комплекса уже не в одном поколении и он рассказывал и все дольмены они вообще находятся под ну то есть их все дольмены контролируют они все в научных исследованиях находятся абсолютно все которые которые знают вот эти вот специалисты которые какие-то профессора либо кто-то еще раз в какое-то время приходят определенные специалисты с различными замеряющими устройствами и действительно около этих дольменов происходят различные разные вибрации то есть где-то там какое-то соединение воздуха то есть я не буду называть конкретно да вы можете либо туда съездить и узнать о него либо это точно так же в интернете это происходит как на физическом плане это можно почувствовать так и на психологическом плане когда вы туда приезжаете и что происходит то есть каждый дольмен каждый вот этот вот есть где место силы мудреца вот а есть храм храм это камни виде за они заряжены на определенно где-то на здоровье где-то там почки полечить где-то на любовь где-то еще что то а дольмены они вот этот мудрецы и каждый мудрец несет свое предназначение кто то работает с клетками кто то работает с кровью кто то работает с финансами с деньгами кто-то работает с генетической структуры То есть каждый дольмен имеет свое предназначение, каждый мудрец. И когда вы бываете рядом с дольменом, либо кто-то в дольмены может залазить, если есть такая возможность, и там происходят различные моменты. То есть изначально там можно находиться не более 15 минут, потому что потом вы не будете понимать, с чего это состояние такое, вам захочется есть, спать. И вообще можно после дольмена в сутки только отсыпаться. Потом вы начинаете к ним уже приходить, уже вам нравится. Нравится это состояние, не всегда понятно, что это состояние, но тем не менее. И у этих мудрецов вы можете что-то спросить, они вам ответят. Кто-то не спрашивает, кто-то думает, что они не отвечают. Один-то говорит, я два года езжу, я ничего не чувствую, я ничего не вижу. Я говорю, ну хорошо, а какие изменения произошли за эти два года? И она говорит, то, 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 то. Я говорю, ну а я сижу и записываю. Я говорю, вот смотри, как ты думаешь, это ничего не произошло? Он говорит, о, я даже этого не заметила. Как так? То есть мы очень часто не замечаем то, что с нами происходит. Не факт, что это из-за дольменов, но и не факт, что это не сыграло роли в жизни человека. И, как правило, у меня, когда я приезжаю на дольмены, я могу, у меня бывают такие состояния, что приезжаешь на какие-то определенные места, садишься и тебя сразу же вырубают, причем вырубают на точное количество времени. Это, как правило, либо ровно полчаса, 30 минут, не 28, не 31, ровно 30, либо ровно час. У меня по-другому не бывает. Это прям ровное количество времени. И бывает, что я вижу картинки, бывает, что я вижу какие-то определенные вещи. Бывает, что я просто не вижу ничего, я там уезжаю, и в течение 12 часов меня просто накрывает так, такими осознаниями, что это просто вообще корол. Когда у меня тоже осознания были с моими детьми, как вообще я их родила, и вообще что я на них навешала, не осознавая это. То есть мы же чаще всего, как мы рожаем детей? Мы рожаем детей для себя, когда мы готовы, когда мы хотим перейти на новую стадию каких-то отношений, сохранить семью, еще что-то. То есть мы вот для этого, тогда мы начинаем рожать детей. А по факту мы рожать детей когда должны? Мы должны подготовить свое тело к тому, чтобы пришла душа, если она захочет. Мы должны быть в принятии, не в своих эгоистических моментах, что я сейчас рожу. Вот я сейчас рожу, потому что я готова, я могу обеспечивать, я могу это, я могу то, и вот я родила. Я родила в результате кого? Того ребенка, который становится маминым ребенком. Только я же его для себя родила, потому что я могу обеспечивать. И потом мы думаем, почему же он такой? Почему он там от меня не отходит? Почему-то у него это не отходит. Почему он в компьютере? Потому что у него нет другого мира, кроме мамы, которая мама хочет его сепарировать, и он не знает, что это такое. Пока мама не осознает, для чего он, как она его рожала, с какими мыслями, никакой сепарации, естественно, не пройдет. Он будет уходить в мир игры, в другой мир. Когда начинают говорить, что как бы разваливается семья, ну давай вот там следующего, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка родим. Что происходит? Ребенка рождают, семья, неважно, сохраняется она или не сохраняется, ребенок всегда, этот рожденный ребенок, играет роль связующего звена. Его никогда нет у самого себя. Ну вот мы с ним спорили. И он всегда в раздраве. Вроде хороший, смотришь на ее, хороший ребенок, вроде все хорошо с ним. Вроде что же такое? А он все время то балованный какой-то, то еще что-то. И вот он и ласковый такой, и к одному полостится, и к другому полостится. Но что-то вот это все равно его как будто тревожит. Потому что его нет, его никто не заказывал. Заказывали просто связующее звено. А он не может связать несвязуемое. И поэтому этот ребенок рождается всю жизнь и во взрослом возрасте, потом происходит вот это. И пока эта мама не осознает, как она рожала своего ребенка, с какими мыслями она готова была родить этого ребенка, зачать его, что происходило в ней самой, какую программу она вложила в эту генетическую структуру. Она никогда не поменяет своего ребенка, что бы она ни делала. Каким бы она ни была замечательным психологом, великолепным человеком, любящим матерью, она никогда не поменяет ту генетическую структуру, которую она заложила, пока она сама ее не прокрутит в другую сторону. А если спонтанно, это же как? Спонтанно? Возвращайся. Что было спонтанно? Какие ты чувствуешь? Что ты делаешь? Как твой ребенок, значит, к тебе пришел? Мысленно с ним поработай, с этим состоянием, с этим ребенком, который в тебя пришел. Мысленно поработай, ты увидишь изменения сразу же на ребенка. Когда ко мне приходят родители и говорят, а вы можете, вот у нас у ребенка вот такая-то ситуация, вы можете поработать с ребенком? Я говорю, я могу поработать с вами. Они говорят, да что ему 15 лет, что с нами работают, он уже вон, кобелина, по деткам ходит. А работать-то нужно с родителями. Вообще до 24 лет ребенка нужно работать с родителями. С ребенком тоже уже можно, 24-24 года вполне тоже, но с родителем в первую очередь. Сначала он свои травмы вытаскивает, раскручивает их. Потом мы смотрим, как ребенок принимает эту информацию. Это не нужно ему озвучивать. У него идет трансформация своя. И после трансформации он уже, если это нужно будет, он уже идет на следующую какую-то работу, проработку. Всегда все через родителей. Всегда мы. Это очень хорошо, если родители понимают, как они родили, с каким эгоизмом они рождают. А это же эгоизм, как он же. Я могу обеспечить, я могу сохранить семью, я готов там что-то сделать. А по факту мы же не ребенка ждем. Мы себя балуем. И вот у нас и рождается вот это вот все. Потом с чем мы не можем работать. А если, допустим, вот такая ситуация, да, мы там, допустим, вот мама там, да вот тебе там 18 лет, ты уже старое дело, и вообще тебе там уже поздно рожать. Или, допустим, женщина, когда вот первый аборт был, и потом она все переживала, переживала, как бы, да, что вот, ну, не сможет забеременеть больше. И тут она специально, как бы, так создала такую обстановку, чтобы забеременеть. Как, какие дети потом после этого рождаются? Но она же сама побоялась, что она не сможет забеременеть, что у нее не будет ребенка, что она будет не нужна кому-то. Причем здесь ребенок, она же о ребенке-то не думала. Что она думала, ой, столько душ стоит, ждут, а я тут разродиться не могу, не даю им выхода. Она же не про это думает. Она уже программу в него вложила другое. Он для нее, для ее балований. То есть так же получается, для ее балований. Я, например, практикую капиталу. Нет, не спроси, не спросили, не спросили, не спросили. Только мама, мама может у своих детей, ну, вот, просить. Ну, капитал, кто-то, ты ничем помочь не можешь. Но ты, ну, я как-то, за них прошу, ну, что они помогают здесь, да? Ну, я же прошу прощения. И прошу их, ну, типа, что я, и вот кто меня обидел от их имени, я тоже прощаю всем, кто их... Смотри, какая ты важная. Это очень... Ну, мне сказали, кстати, помогает в плане того, что... Помогает, да, конечно. Твою важность-то питает как. Я же какая важность, я сейчас за всех, прощения. Вы можете ничего не просить, я сейчас за вас все сделаю. Ну, и за меня попросить. Это ты, насколько себя маслицам маешь, что пока я важна, мне легче становится, да? А что в тебе легче становится? Что с твоим телом происходит? Нет, нет, у меня ничего не происходит, я просто смотрю, что у меня в жизни происходит. Мне это что... Опять в чужую жизнь залезла. Ты видишь, что происходит в их жизни, да? Я просто смотрю. Вот смотри, ты же не слушаешь, что я тебе говорю. Ты же все равно идешь на отрицание. Ты все равно не живешь своей жизнью. Ты просишь от лица других за других. Ты смотришь, как другие начинают жить. А ты-то здесь где? Ты ничего не можешь сделать для других. Никогда мы не можем сделать ничего для других. Потому что мы для себя не научились ничего делать. Как только мы научаемся делать и жить что-то для себя, для других уже не надо. Мы уже радуем собой других. Мы уже несем энергию любви и счастья для других. Только повернувшись к себе. И простить это... Что такое простить? Это жить в состоянии вины. Поблагодарить, да, но только от себя. И за свои какие-то уроки. А простить кого-то. Это что за благородство такое? Откуда оно всего? Мама учила. Мама. Мама, она все время проспошла. Ну пусть просит. Это ее. Пусть она просит. Ну как, дочь вот, передала опыт. Ну, теперь дочь вот, за что мне какие-то... Мы больше говорим про силу. Есть, например, у нас, ну, всякие способности, да? Все мы развили, все мы молодцы, а силы не хватает. Для действий, для воплощения. То есть мы все можем, мы все знаем, а слабенькие. Такое может быть? Нет. Потому что если мы что-то делаем для себя, если мы идем по своей дороге, то нам на это всегда есть силы. Если мы где-то уходим со своего пути, уходим, отворачиваемся от своей души, делаем то, что нам уже более выгодно, а не для души, именно выгоды, ищем выгоду, которая не принесет для души, либо наши действия не принесет для кого-то, то счастье, то умиротворение, тот поворот к самому себе, то на это не будет никакой силы. У нас силы, по большому счету, не прибавляются и не убавляются. Потому что прибавиться нашей силе больше некуда. Ты представляешь, за тобой весь род, сколько поколений до нашей эры. Наша эра. Сколько всего? Это все ты, это все твоя сила. Ты этой-то силой не умеешь пользоваться. Как у тебя может ее стать меньше? У тебя что, род от половиницы? Не может стать меньше. Ее может не стать ни меньше, ни больше. Но той силой, которая есть в тебе, мы просто не умеем пользоваться той силой, которая есть в нас. То есть вот эти, про которые я сейчас рассказывала, базовые настройки, это тоже наши базовые настройки, это тоже наши силы. Но мы себе даже не позволяем думать иногда вот в этом контексте. Потому что мы не понимаем, что это может быть. И это только маленькое толико того, что есть в нас. И силы у нас всегда есть. Твой род, он настолько могущественный. Но ты даже сейчас не... А? Безродные. Безродных нет. Ну, нет, как, есть безродные. Они не безродные, наверное. Они, я бы сказала, больше бездушные, то есть без души, которым не к кому повернуться, они не могут ничего попросить. Это дети, которые, например, пробирочные дети, да? Нет еще ни одного случая, чтобы дети, которые появились через пробирку, чтобы они родились своих детей в дальнейшем. Да? Ты стала сомневаться с этим? Я смотрела, я не нашла ни одного. И детей, которые из пробирки, их видно. А они вообще без света. Они не светятся. Они могут быть очень великолепными людьми. Очень чистыми, очень светлыми. Они могут с ними будь, находиться, бывает очень приятно. Но у них нет света, у них нет вот этого столба, стержня. И что женщина как выносила, где она взяла, живой организм, где она взяла? Ну вот имеется в виду пробирка, а там включая из пробирки, а потом женщина взяла. Сейчас уже искусственные... Это вот артисты сейчас этим добавляются. А? Артисты, говорю, сейчас следовало. Ой, зачем они только не добавляются? Прекращение рода есть. Когда род уже понимает, что ему нужно прекращать свое действие, по каким-либо причинам, очень много причин. Тогда появляются вот эти вот лица с нетрадиционной ориентацией, да? Когда женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Вот это тоже прекращение рода. Это все, это завязка идет. Это не хорошо, а не плохо. Это просто идет определенные моменты. Это было всегда. Просто раньше это не показывалось особо, сейчас это показывалось. Сейчас это вынесло уже на такой уровень, когда это просто все, там, трубики. Это даже родов открывает, да? Как много родов открывается. Ну, да. Ну, если они закрываются, то и открываются же, наверное. Новые? Да. У нас очень... На нашей планете новые не открываются. Эта планета, если у нас существует не так много времени, если мы говорим про планетарное время. То есть, изначально, когда эта планета зарождалась, определенная зарождалась. То есть, сейчас, начало рода, я не могу сказать, что такое начало рода, и где она зарождалась, и как она зарождалась. Но вот эта вот планета, у нас она, как бы, тоже реаккарнация, так скажем, да? Я не знаю, как правильно сказать планетарному роду. Она тоже не первый раз. И точно так же она может, вот сейчас идут определенные события, она может либо в одну сторону произойти, либо в другую сторону, как бы, слопнуться и пойти на реаккарнацию. И кто-то пойдет с ней, с этой планетой, кто-то уже не пойдет. В то же время, что если она не слопнется, одни определенные люди пойдут на реаккарнацию, другие люди не пойдут на реаккарнацию. Света, почему так много уничтожается белого населения? А как ты понимаешь, что такое белое население? Белое цветом, цветом кожи. Это Азиат, я их очень много. У меня это появляется тоже. Вот я смотрю фильмы с старинной дамы, с деталями, с деталями, с деталями. А цветы народов нет, потому что их не снимали или потому что их не могли найти? Потому что их в городах не было. Ну и в городах не было. А городов-то сколько было тогда? А? Городов сколько было тогда? Я не знаю, я уже старые фильмы смотрю, 100 лет не дам себе, это конец 18-го. Ну вот смотри, раньше было разных поселений вот столько, а городов было вот столько. Когда ты смотришь фильмы, ты смотришь вот сюда вот в крошечку. Город. Да. А сейчас городов вот столько, а поселений уже вот столько. То есть они если себе не перебираются? Ну как бы перебираются люди, да, потому что поселений там мало становится. Это тоже достаточно раса такая, что она достаточно древняя. И если ты говоришь по крови, я не поняла, как по крови светлые. Не по крови, по цвету кожи. А, это не значит, что они светлые. Светлые это не по цвету кожи, не по цвету волос. Да нет, она имеет цвету белая. А белая раса. То есть он на стороне, что там был белый человек, вот любой человек. Если белый, у тебя там невозможно работать. Я говорю, да. А мы мамы как-то аксистов. Вот если там Китай, Испания.